Что такое нестационарные объекты в нашем городе? Часть стоит законно, то есть имеет право, скорее всего, это договор аренды, а часть размещается незаконно. И с этими ларьками мы боремся. То есть на сегодняшний момент более 51 земельного участка за 9 месяцев освобождено. Задача стоит где-то к 70 подойти, вот не менее 70 сделать, как в прошлом году. К сожалению, ресурсы наши тоже не безграничны. Вот этим мы освобождаем. Вообще на территории города, по нашим оценкам, то, что мы проводили такую ревизию, ну понятно, что цифра периодически меняется. Размещается где-то около 500 ларьков НТУ. Значит, 381 имеют или имели ранее, скажем так, договор аренды. То есть договор мог быть прекращен, и действия его просто продолжаются автоматически. То есть он официально через суд не расторгнут. Мы сейчас инициировали внесение поправок 722-го постановления городской думы, регламентирующие деятельность нестационарной торговли. Во-первых, мы хотели бы прописать четко, что такое нестационарная торговля. То есть четко трактования в законодательстве у нас нет. Отсюда появляются нестационарные объекты трехэтажной высотой. К сожалению, нам не удалось вынести рассмотрение этого поправок данных на ноябрьскую сессию. Планируем, что мы сейчас сможем это сделать на декабрьской сессии. Сейчас идет обсуждение с бизнес-сообществом этих поправок. Эти поправки будут в себя включать не только определение, что такое нестационарная торговля. С одной стороны. С другой стороны, возможность перехода права с договора аренды. То, что сейчас в основном объекты нестационарной торговли, размещаемые в городе и находящиеся на территории города законно, они размещались по договору аренды. В связи с изменением законодательства в 2015 году, сейчас нет возможности размещать по договору аренды, а только с предоставлением права пользования. Требуется перезаключить или заключить новые договоры на договоры права пользования. Если мы будем по сегодняшнему законодательству это делать, то мы обязаны расторгнуть договор, освободить земельный участок от нестационарной торговли и потом на освободившийся земельный участок провести новый аукцион. И после этого только можно будет на этом участке размещать нестационарный торговый объект. Я почему так подробно рассказываю. В этом вся сложность. То есть те объекты, которые сейчас стоят, они должны закончить свой бизнес, быть куда-то вывезены, а потом через какое-то время, в случае победы на аукционе, его можно только будет поставить и снова вести бизнес. Вот чтобы этого не делать, не разрушать бизнес, и была возможность продолжать заниматься работой, в том числе и в первую очередь нашим местным товаропроизводителям. То есть основной объем ларьков это все-таки наши местные производители, такие как мясокомбинаты, молкомбинаты, тепличные в том числе. Мы инициируем внесение поправок в законодательство, которое даст возможность без проведения торгов заключить новый договор пользования, но уже по рыночной стоимости, потому что та цена, которая сейчас в договорах аренды, она, естественно, как бы старая, потому что договоры заключались до 2015 года. И вот в первую очередь с этими объектами мы будем перезаключать на автоматических условиях в случае, сразу же оговариваться, если со стороны этих объектов не было никаких правонарушений. Нарушения, в первую очередь, антиалкогольного законодательства, административных каких-то штрафов, связанных с уборками прилегающих территорий, еще каких-то нарушений, если не было административных комиссий у нас в департаменте, не было штрафов, то это будет давать возможность автоматически перезаключать. Если такие есть, то, значит, никаких автоматических перезаключений не будет. Будет расторжение договора и демонтаж объекта.